Дорожные полицейские просят администрацию отключить таймеры на светофорах Красноярска. В ГИБДД поясняют, некоторые автовладельцы пытаются успеть проскочить на зеленый, когда там остается несколько секунд. При этом на том же перекрестке водитель, у которого подходит к концу красный сигнал, наоборот, может выехать на желтый свет. То же самое касается и пешеходов, провоцирует аварии и неправильная настройка светофоров. На многих участках города сигнал горит дольше, чем показывает таймер, или наоборот, загорается слишком резко. В ГИБДД уточнили без обратного отсчета, а может остаться лишь часть светофора в городе. Речь идет не о всех светофорных объектах, именно об основных узловых. Это, например, Калинина, Путепровод, Пугач, авиаторов на пересечении с улицами 9 Мая, Молокова и Алексеева. Большое число жалоб мы получаем до сих пор по улице Караульная, где вот как раз так и ситуация именно с неожиданным для водителя переключением. В администрации говорят, вмешаться в работу светофоров сейчас не могут. Объекты на гарантии. Для перенастройки придется вскрывать их и менять плату. Это значит, город по контракту потеряет все гарантии. В случае поломки или выхода из строя оборудования, менять все придется за счет бюджета. Полицейские направили официальное обращение в мэрию. Окончательный ответ о том, будут ли они отключать спорные светофоры или перенастраивать, они должны дать 19 января. Большинство горожан идею отключения таймеров не поддерживают. В соцсетях на эту новость реагируют бурно. Причем против выступают как пешеходы, так и водители. Ну нет, лучше пусть оставить, так удобнее. Ну так примерно, хоть гляну, сколько там осталось времени. Не знаю, нужно там отвлечься на что-нибудь другое. Я считаю аварийностью вообще не из-за этого больше, наверное, стало. Из-за того, что, ну как-то люди по-другому относиться, наверное, стали ко всему. Но лучше, чтобы были камеры. А почему? Ну и когда приближаешься, все-таки заранее видно, сколько остается секунд, и останавливаешься, либо успеваешь проехать, принимаешь решение для себя уже.